И сегодня же в Москве подвели итоги заочного этапа конкурса «Лидеры России». С помощью онлайн-тестирования были выбраны 2700 заявок, которые поступили со всей страны. Их авторы — это предприниматели, главы разных структур и организаций. Предстоит побороться за выход в финал. Те, кто сможет доказать, что именно они достойны носить звание руководителя нового поколения, получат президентские гранты. Александр Лякин с подробностями. Это жарочный шкаф, который будет в конце сегодняшнего дня готов. И, возможно, через несколько дней окажется в одной из школ или столовых города Краснодара, а может быть и любого другого города России. Евгений Чистяков — состоявшийся управленец. Руководит производством «Успешной компании». Для него участие в конкурсе «Лидеры России» — это повод проверить себя, свои возможности, узнать свой предел. Даже если кто-то не попал во второй тур, или не попадет в третий тур, или не попадет в полуфинал, или в финал, все равно он станет сильнее, чуточку. А тот, кто пройдет тест, задумается о своих слабых сторонах. Организаторы, объявляя конкурс, надеялись собрать около 10 тысяч участников. Зарегистрировалось 200 тысяч. Потенциальные управленцы и лидеры очень быстро оценили, какие перед ними открываются возможности, если удастся пройти в финал. Это социальный лифт. Это возможность без связей, без денег получить что-то, достичь чего-то, показать себя. Если вы не в этом, то я не знаю, на что вы надеетесь. На заочном этапе конкурса участники отвечали на вопросы в режиме онлайн. На ответ 30 секунд. Списать или спросить просто не успеешь. Да и большинство вопросов построены так, что готового ответа просто не существует. Например, по объему продаж компания на первом месте, а каков будет рейтинг компании в клиентском рейтинге. То есть вопрос надо порассуждать, нет правильного ответа и очень сложно в условиях ограниченного количества времени отвечать на такие вопросы. И тем не менее, если кто-то обложился консультантами и отвечал слишком хорошо, то таких участников брали на заметку. Управленцы, которые хитрят уже на этом этапе, конечно, никому не нужны. Есть большие подозрения, что они не совсем честно отвечали, соблюдали правила. И этих людей мы перепроверим на очных полуфиналах. Мы специально в этом конкурсе не обещаем никому никаких кадровых продвижений, кадровых решений. Но я знаю, что очень многие, в том числе наших наставников и из других руководителей крупных, готовы пригласить на работу. Среди наставников глава Центробанка Эльвира Набиулина, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава налоговой службы Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Войно. В администрации президента за этим конкурсом следят очень внимательно. При поддержке Владимира Путина действует целая программа «Россия – страна возможностей», по которой отбор талантливых людей идет во всех возрастных группах. От школьников и студентов до вполне состоявшихся руководителей. Финалисты конкурса «Лидеры России» получат гранты на дальнейшее обучение в размере 1 миллиона рублей. Не обязательно, что все из них захотят стать руководителями в госаппарате или политиками. Хотя уже сейчас о готовности взять их на работу говорят и в Думе, и в федеральных министерствах. Александр Лякин, Михаил Новицкий, Виктор Аверин, Андрей Бакашев, Федор Юрасов. Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова